Ребята, всем привет! Мы с Данюшиком тут играем во все подряд. У него сегодня то ли зубы беспокоят, то ли что-то пошло не так. Весь день какой-то недовольный ребенок, серьезный. Но на самом деле еще погода на улице очень сильно меняется. Может быть из-за этого, потому что сейчас солнце светит, был дождь днем. Причем такой хороший сильный дождь шел. Сейчас солнце, небо чистое. В общем, ну не поймешь. Луч тоже весь день спит, дрыхнет его не видно, не слышно. И сегодня пятница. Это радует на самом деле. А мы продолжаем играть и заниматься всеми подряд игрушками. Вот сейчас пошел ковер шебуршащий. Данюшик разглядывает его. Занялся. А еще Данечка стал сам пить молоко свое. Берет бутылочку, отбирает и сам уже пьет, да? Ты сам пьешь молоко. И спаильника тоже пьет сам из икеевского, из второго. Он пока еще не понимает, как. Но я думаю, через месяцок мы повторим практику, налью туда опять что-нибудь сок или воду и попробуем дать. Потому что, ну, многие пишут, что с 9, как раз с 10 месяцев начинают дети понимать, как из него пить. Вот он вроде понимал, вроде как-то и пил, но неохотно. Вот с этого паильника он сам охотнее пьет, но есть один большой минус, потому что все вокруг разбрызгано потом. Оттуда очень легко вода вытекает. Вот так. Ребят, сегодня у Данюши на обед рис с кабачком делала сама в блендере. Здесь еще сливочное масло немного и мясо. Вот я смешиваю мясо с кабачком с рисом и даю малышу. Он очень проголодался, очень хочет кушать, а малыш? Ну, уплетает за обе щеки. Значит, нравится. Оно такое густоватое специально. Я много воды не стала добавлять, чтобы было такое уже более густенькое, чтобы можно было переходить на кусочки нам. Данюша уплетает за обе щечки. Еще сделала ему компот, он сейчас охлаждается, и как раз когда Данечка поест, еще запьет компотик. Компотик сделала из замороженной вишни и клубники. Он получился слегка кисленький. Я туда добавила столовую ложку на большой ковшик сахара, чтобы убрать кислоту, кислоту, чтобы он был не сладкий и не кислый такой. Ну, я читала во многие соки, добавляет сахарок, ничего страшного, совсем-совсем чуть-чуть, даже меньше столовой ложки без горки. Вот, вот так смешиваю, накладываю сюда, потом беру отсюда мясо. Он полбанки мяса съест сейчас вместе вот с кабачком. Все. Ребят, всем карапузикам приятного аппетита. Вот он сам уже пьет компотик, да? Давай пей. Запивает. Запиваешь вкусненько? Вкусненько. Ребята, всем приветы. Сегодня пятница, и это совершенно классный день, и значит, вечер тоже пройдет классно. Но есть маленький нюанс. Данюшик сегодня мычал весь день. Вот это на самом деле тяжело, даже если я вот просто работаю, сижу и нахожусь дома, и периодически отвлекаюсь на него. Но даже вот это весь день слушает, просто порадовало. Молодец. Умеет порадоваться. У него, скорее всего, зубы. Я когда мазала, я заметила, что у него, кстати, не передние два. Да. Но они, передние эти два, они как бы с этой стороны сверху, а вот там задние подальше. Что дальше от куков тебя? Да. Следующий от куков. Прям вот уже, я их чувствую, два. Лезут. То есть они вообще не по очереди полезны какие-то. Ты как говоришь, ему мазала, а он хохотал. Да, но не факт, что они прям вылезут, потому что бывает, что они вот лезут, а лезут, ну, другие. Да, там друг за другом, походу, делают верхние. Да, может быть, друг за другом, все, множество, просто я вам читала, что у кого-то 8 зубов вылезло за месяц. Ну, практически все сразу подряд. Они как начинают, видимо, там. И насчет прогулки. Сегодня МЧС прислал смс-ку, что шквальный ветер до 18 метров в секунду периодически в Москве и области. И пока мы видели, раз 10 наступал дождь, темно, потом периодически солнце. Камера почему-то отрубилась за дальненькой наблюдателями. Только уснул он вообще. Время там полпятого, и вот он только уснул недавно. И масса, масса приключений и веселых эмоций. Ну, надеемся поспит подольше, чтобы хотя бы отошел, прошло все. Ну, не знаю, насколько подольше. Первый раз он поспал меньше часа. 40-50 максимум. Мы приглашаем вас на кофе. Стандартную нашу процедуру. Любимую, несмотря ни на что. И сейчас мы... Будем заряжаться. Зарядимся немножко. Да. Недолго музыка играла, и в этот раз Даня... Ох, как сытло. Даня тоже проснулся. И что-то плакал, хныкал. Не знаю, то ли приснился, то ли зубы у него болят очень сильно. Вон, мы дали ему нибблер, он кушает банан. Лучик рядом облизывается. Подавился уже слюной пять раз. Ага, облизывается правда. Смотри, ну и своего зайца принес сюда играться. Угу. В общем, у нас еще очень много времени до купания. Да, Данюшечка? Да, мы маленькие. И мы решили сегодня не выползать на улицу, потому что там очень-очень сильный ветер. И на самом деле никто не гуляет вообще практически. Да, двор пустой. Двор пустой. И мы тоже решили не выходить, потому что не хватало там ушей или еще что-то. Простудиться. Будем дома сидеть, играть. Весело проводить пять личных вещей. Лучик убежал, а зайц остался. Лучик выспался, веселый. Для всех. Да. Лучик, Лучик смешной. Такой довольный. Данек нибблер свой. Он и грызет его, у него, видимо, зубы чешутся. Смотри, уже съел нормально. Да, сейчас будем подкладывать банан. Он его и грызет, и еще и ест. Одновременно. Да. Приятное с полезным совмещает. Смотрит мультики. Мы посадили его мультики смотреть, чтобы он с Нибблером позанимался немножечко. Лучик. Лучик научился. Лучику понадобилось пять лет, чтобы научиться пищать своими игрушками. Лучик заяц рыжет. Сладенький мой. Лучик очень довольный. У нас Данюша капризничал, капризничал, уснул. Ну, снул во сколько? Полчаса назад, и сейчас 7 часов. Мы его уже через минут 20 или 30 будем будить, если он не проснется. Потому что, ну, уже ночь скоро, в ночь надо идти. Сейчас будем, да, сейчас будем ставить мясо запекать. Не хочется вообще ничего такого. Заморачиваться. Заморачиваться готовить, да, что-то такое. Просто вот у нас есть мясо на косточке. Сейчас соль, перец, паприку и в духовку фольгу на час его отправим. Как раз, как раз потом, вот это Данюшу запомоем, будем, да, ужинать. Ну, и вот чем дольше, на самом деле, тем оно вкуснее получается в духовке. Прямо все такое, оно же прям разваливается. И у нас остался кускус. Сделаем салатик. Вот такой будет у нас ужин сегодня. Эх, никуда не стали выходить на улице. Да, с одной стороны хотелось бы, с другой стороны смотрим, что там деревья вот так вот косят пополам. Ветер очень сильный и он очень холодный. Лучик тоже ушел спать. Лучик опять. Он весь день спит. В общем, и так. Еще осталось нам 30 минут и мы будем лидить нашего малыша. 30 минут передыхать. Ну что, мы разбудили Данюшика и у нас продолжаются игры. Лучик играется, да, Лучик? Да. Дима с Даней играет. Ты в караминку берешь? Музыку слушает. Даня уже сам умеет вытаскивать вот эти штуки. Да, Данюшик крутит вот эти вот крутилки. Да. Все трогает. Молодец. У него даже уже есть любимая музыка. Такая тяжело. Нет, не тяжело. Вот она. Что там прячь? Под хвостиком. Коречко тебе. Данюшик. А он и не замечает. Он вообще не понимает, что происходит. Да. Данюшик все равно. Давай, Данюшик, смотри. По идее, где-то через час пойдем воду набирать, да? Да. И уже купать его. Часок поиграемся. Часок сейчас поиграемся, поползлим, активно позанимаемся, чтобы малыш уснул. Ну, я так вижу, он как бы выспался как будто. Сбодрился немножко. Сбодрился, то вообще был капризный, а сейчас прям ну нормально так себя ведет, спокойно. Да, ничего не плачет, не капризничает. Молодец. Час поспал, час десять. А еще припал. Лучше периодически подворовывает Дани на игрушки. Хотя знаешь, что сделать нельзя. Он тащил под кровать теперь в прошлый раз медведя икеевского. Вот это вот, теперь он здесь не лежит. Мы его Дани даем, когда в другой момент. А до этого, а вот сейчас утащил бабочку вот такую. Мы спохватились, где же бабочка Данина? Я пошел искать под кровать. И лучше, конечно же, ее там под кроватью держал. Вот так, да, ты делаешь? Пока никто не видит, утаскиваешь бабочку. Игрушки Данина, брать нельзя. Нельзя игрушки брать. Не будешь? Не будешь, но хорошо. Не будет больше. Не любит Даню. Не любит его запах. Да? Сам не говорит. Не признаешься. Нельзя, чтобы все. Когда сильно радуется, целует его. Да, да. Щеку лежит. Носик может лизнуть. Да? Да. Дорается. О, Данюшек, ты нашел этот, эвакуатор. Угу. Кого эвакуировать будешь? Давай лучико эвакуировать. Дорубь убежал. Он принес тебе. Да, не особо на лучика реагирует. Ну, он за ним ползает, но может доползти до него и мимо проползти. Быстро внимательно просто не хочет. Да. И все. Да, поэтому... Что это, Нанасика, где я не пишу? Те-хе-хе. О, оу. Не работает это, оу. Абу. Ууу. Абу. Абу. Абу, абу, абу. Четко по вовремя. Сесть хочет, нога залипла. Не в ту, не в ту сторону, скажи. Так, это не то, заяц не то. Давай, вставай за руль. Вот так. О, здесь счеты, может, скажи, достать. Опа, поехали, давай. Опа. Ты отпустил. У кровати шагает, у дивана шагает, у этой штуки пока не шагает. Ну ладно. А лучше. Ну что, ребят, я поняла, что нам нужно. Чего? Нам нужен 3D принтер. Мы очень устали ходить за продуктами и просто будем их распечатывать дома. Прикольная идея. А еще готовые блюда печать. Кнопку нажал, раз, и все. Чик-чик-чик-чик-чик, тебе паста, там, карбонара или с мидиями, да? Было бы неплохо. Да. Интересно, а что бы он распечатал тебе лупчик? Лучик. Косточки. Лучик. А что бы ты себе распечатал? Он очень вкусно покушал. Это тебе понравилось? Вкусно было? Вкусняшки ел. Вкусно было. Аня, тебя что, вкусняшками кормят теперь? Это Даня. Это Даня тебя кормит. Да, Даня остается иногда. А Даня бы что себе распечатал? Сосок? Молочка? Что, плеваться ими, да? Да, да, да. Побольше, полольше. И на самом деле у меня сейчас сегодня так болит палец. Вот этот вот. А знаете почему? Потому что у нашего ребенка зубки появились. И мы мажем этим пальцем, я мажу ему верхние сейчас растут зубы. Он мне как прикусил. И уже каждый раз у меня уже здесь даже болячка есть. И мне как болит этот палец. У меня тоже один раз сжахнул нормально. Я уже так стараюсь, так, чтобы как-то оббежать. А он как игру воспринимает, да, и начинает сильнее. И причем так сильно, и они такие острые у него. Острые листы, какие-то. Хотя два нижних всего лишь. Вообще это очень-очень-очень больно. Кусака маленький. Мы сели с вами прощаться. У нас сегодня такой день какой-то странный, да, был? Да. Домосеки. Да. Домоседы. Домоседы. И на самом деле уже спать хочется. Данек сегодня нас... Подушатал? Да, подушатал. Вот так. Не подзамучил, нет. Подушатал. Но мы его тоже. Медведь шатун, и мы его старались ушатывать. Да, специально тут ползал туда-сюда по коридору. По всей квартире, да. Гоняли. Специально ему гоняли, чтобы он заснул. Потому что он же спал недавно. И нужно было что-то делать. В общем, мы с ним полчаса в ванной прокупались там. И до этого прогонялись по полной программе. И сами прогонялись, и уже хотим спать. Да. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Пишите комментарии. И обязательно посмотрите видос, который выйдет когда? 7 часов утра по московскому времени. Супер. Лучка тоже это время, кстати, полюбил. Знаешь почему? Лучка умывает себе. Как кошка. Окей. Ну, с вами были Аня и Дима Сугроба. Всем позитива. Пока-пока, ребята. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok